Здравствуйте, уважаемые выпускники! Начинаем телеурок. Сегодня урок проведу я, Денисова Маргарита Егоровна, урок литературы. Я приглашаю к экранам тех, которые будут сдавать ЕГЭ по литературе. ЕГЭ по литературе включает всего 17 заданий. Состоит из двух частей, и каждая часть включает в себя два комплекта заданий. В первом комплекте заданий семь тестовых заданий и сочинение ограниченного объема от пяти до десяти предложений. Второй комплект заданий тоже включает тестовые задания, их пять, и тоже сочинение ограниченного объема. И вторая часть – это объемное литературное сочинение, 17, которое в себе включает четыре темы, и вы должны выбрать одну из тем. Мне бы хотелось сегодня остановиться именно на тех заданиях, которые наиболее представляют для наших выпускников трудности. Потому что эти задания, они повышенной трудности. Это задания 8, 15, 9 и 16. Давайте вначале вспомним с вами критерии. Потому что для того, чтобы хорошо подготовиться к экзамену, надо обязательно знать очень хорошо критерии и готовиться именно по критериям. Давайте посмотрим. Задание 8. Критерий номер 1. Соответствие ответа заданию. Высший балл, 2 балла, мы получаем тогда, когда ответ на вопрос дан и свидетельствует о понимании текста, приведенного фрагмента стихотворения. А если ответ содержательно соотнесен с поставленной задачей, но не позволяет судить о понимании текста, приведенного фрагмента стихотворения, то вы получаете 1 балл. А если ответ содержательно не соотнесен с поставленной задачей, конечно, 0 баллов. Критерий номер 2. Привлечение текста произведения для аргументации. Вот этот критерий представляет наибольшую трудность для наших выпускников, потому что надо очень хорошо привести аргументацию. Для аргументации суждений текст привлекается на уровне анализа, важных для выполнения задания, фрагментов, образов, микротем, деталей и т.д. Если авторская позиция не искажена и фактических ошибок не будет, то тогда вы получите 2 балла. Для аргументации суждений текст привлекается на уровне пересказа произведения или общих рассуждений, то и авторская позиция не искажена, и или допущена одна фактическая ошибка, то 1 балл. Ну а если суждения не аргументированы текстом произведения и или авторская позиция искажена, и или допущены две или более фактические ошибки, то, конечно, 0 баллов. Следующий критерий, критерий 3. Логичность и соблюдение речевых норм. Если не будет логических речевых ошибок, то вы получаете 2 балла. Если вы допустили не более одной ошибки каждого вида, логическая и или речевая, суммарно не более двух ошибок, то 1 балл. Если допущены две или более ошибки одного вида, независимо от наличия, отсутствия ошибок других видов, то 0 баллов. И таким образом, за выполнение заданий 8 и 15 вы суммарно получаете, если все хорошо, вы выполните 6 максимальных баллов. Задание 8 – это фрагменты эпических и драматических произведений. А задание 15 – это фрагмент лирического произведения. Но они оцениваются по одинаковым критериям. Теперь рассмотрим задания 9 и 16. И опять-таки давайте обратимся к критериям. Критерий номер один – сопоставление первого выбранного произведения с предложенным текстом. Хочу обратить ваше внимание, по этому заданию 9 и 16 обязательно вы должны привести 2 произведения, сопоставить с исходным текстом 2 других произведения. И каждое произведение, оно оценивается отдельно. Ну вот давайте дальше. Если вы назвали произведение, указали его автора, произведение убедительно сопоставлено с предложенным текстом в заданном направлении анализа, то вы получаете максимальный балл 2. Если назвали только произведение без указания автора или указали только автора, наоборот, без указания произведения, произведение убедительно сопоставлено с предложенным текстом в заданном направлении анализа или названо произведение и или указан его автор, произведение поверхностно формально сопоставлено с предложенным текстом в заданном направлении анализа, то 1 балл. Если не названо произведение, не указан его автор и или проведено сопоставление произведения с предложенным текстом в заданном направлении анализа, то, естественно, 0 баллов. Критерий номер 2. Сопоставление второго выбранного произведения с предложенным текстом. То же самое практически. Названо произведение, указан его автор, произведение убедительно сопоставлено с предложенным текстом в заданном направлении анализа, то 2 балла. А если, как и в первом критерии, названо только произведение без указания автора или наоборот, или названо произведение, или указан его автор, произведение поверхностно-формально сопоставлено с предложенным текстом в заданном направлении анализа, то 1 балл. Ну и 0, когда вы не назвали произведение, не указали автора, или и ввели сопоставление произведения с предложенным текстом не соответствующим образом, не провели сопоставление, то, конечно, 0 баллов. Третий критерий привлечения текста произведения для аргументации. При сопоставлении для аргументации привлекаются тексты двух выбранных произведений. И обратите внимание, оба текста привлекаются на уровне анализа, важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей. И авторская позиция исходного и выбранных произведений не искажена, фактические ошибки отсутствуют, максимальный балл 4. А если при сопоставлении для аргументации привлекаются тексты двух произведений, но текст одного произведения привлекается на уровне анализа, а второй текст на уровне его пересказа или общих рассуждений о содержании, авторская позиция не искажена, или допущена одна фактическая ошибка – 3 балла. Если при сопоставлении для аргументации привлекаются тексты двух произведений на уровне пересказа или общих рассуждений об их содержании, авторская позиция не искажена, или текст одного выбранного произведения привлекается на уровне анализа, важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей, а текст другого выбранного произведения не привлекается, авторская позиция исходного и выбранного произведений не искажена, или допущены две фактические ошибки, то, соответственно, два балла. Один балл вы получаете, если текст одного выбранного произведения привлекается на уровне пересказа или общих рассуждений, а текст другого произведения для сопоставления не привлекается, при этом авторская позиция не искажена, или авторская позиция одного из произведений искажена при любых уровнях привлечения текста, или допущены три фактические ошибки, тогда один балл. А если искажена авторская позиция единственного выбранного произведения, или двух выбранных произведений, или не привлекается текст ни одного из выбранных произведений, или допущены четыре и более фактические ошибки, то нуль баллов. И в итоге за задания 9 и 16 вы можете в целом максимально получить 10 баллов. Уважаемые выпускники, мы с вами рассмотрели критерии оценивания заданий 8, 9, 15, 16. На следующем занятии мы с вами рассмотрим конкретные примеры. Продолжение следует...